Судя по всему, страх и неопределенность основательно поселились в Белом доме Республики Башкортостан. Этим чувством пронизана была вся оперативка, которая случилась вчера в правительстве Республики. Это прямо чувствовалось, потому что во всех докладах, во всех выступлениях, в многочисленных ремарках ради Хабирова сквозил страх и непонимание того, что происходит и куда что движется. Начнем с того, что даже Назаров был на этом оперативном совещании в маске, что необычно. Обычно все-таки они вдвоем сидели рядом и без масок. Теперь Хабиров остался единственным, кто игнорирует ношение масок в присутствии жителей Республики, на встречах с собственными подчиненными, на всевозможных массовых мероприятиях. Хабиров категорически маску не носит. Вступление на оперативки было кратким и поверхностным. Хабиров упомянул о том, что индекс промышленного производства в Республике Башкортостан в очередной раз снизился. И за 9 месяцев истекшего года составил 96,5% относительно того же периода предыдущего года. Хабиров сказал, что фанфара бить рано, несмотря на то, что на 3,5% выросло производство в сельском хозяйстве. И сразу же перешел к основной теме совещания, это COVID-19. Я много сегодня буду цитировать Хабирова. Практически вся сегодняшняя передача будет состоять из дословных цитат из Хабирова, потому что, ну, действительно, цитировать в этот раз было что. Так вот, переходя к главному вопросу о пандемии, Хабиров сказал, что мы снова вошли в тяжелую фазу, и эта фаза сложнее, чем весной. И мы отвечаем за здоровье 4 миллионов человек. С тревогой начал Хабиров. Далее слово ненадолго досталось Забелину Максиму Васильевичу. Министр здравоохранения нам в очередной раз поведал о количественных показателях пандемии. Почти 10 тысяч человек, по его мнению, в Башкирии заразились COVID-19, и всего 125 из них находятся на стационарном лечении. Максим Васильевич сообщил нам, что у него имеется запас средств индивидуальной защиты и медикаментов. И в этот раз он даже не стал называть цифру того срока периода, на который распространяется этот запас. Напомню, что на прошлой неделе Забелин сообщил о снижении запасов вдвое по количеству. Теперь он даже не упоминает времени этого запаса. При этом во многих изданиях на прошедшей неделе говорилось о том, что в больницах республики наступает отчаянный дефицит лекарств. Что очень сильно растут цены на те медикаменты, которые используются или пытаются использоваться при лечении COVID-19 в сельской местности, в отдаленных районах. И вовсе многие лекарства пропали из продажи. В общем, Максим Васильевич тут очевидным образом кривит душой. Хотя, впрочем, во всем его докладе было очень много лукавства, каких-то странных цифр. Вот, например, он сообщил, что уже миллион двести тысяч человек он привил от гриппа в этом году. И при этом только 42 человека он привил от COVID-19. Вот представьте, на четырехмиллионную республику Максим Васильевич Забелин сумел получить 42 ампулы прививки от COVID-19. Согласитесь, это огромное достижение. И, кстати говоря, Максим Васильевич, как он выразился, полностью израсходовал эти 42 ампулы. Ну, кто бы, как говорится, сомневался. Далее Забелин сообщил о том, что в разряд COVID-госпиталей срочно переводится в Уфе РКБ имени Куватова и городская клиническая больница номер 10. Однако, Максим Васильевич забыл упомянуть о том, что РКБ имени Куватова в последние месяцы потеряло практически 40% среднего и младшего медицинского персонала. Около 800 медиков ушли из РКБ имени Куватова по причине того, что нагрузка и вознаграждение не соответствуют друг другу. Ну, тут, конечно, сыграла еще демоническую роль и мадам Цертланова, которая там устроила страшный геноцид среди медиков в этой больнице. Ну, в общем, все это вместе складывает такую страшную картинку. Оттуда раздаются возгласы информации о том, что больница это уже прекратила быть той больницей, которой она была до прихода туда Сертлановой и в последующие периоды становится все еще хуже. Об этом, конечно, Забелин не говорил в своем докладе. Также он не говорил о том, что из двух аппаратов КТ в РКБ имени Куватова работает только один. Но про КТ, впрочем, высказался Радий Хабиров и об этом мы поговорим чуть позже. А далее на оперативном совещании начались и вовсе чудеса. После краткого достаточно доклада Забелина Хабиров взял слово и ни много ни мало, а начал учить врачей в республике лечить COVID-19. Вот на самом деле я ничего ровно здесь сейчас не придумываю, потому что именно так это и выглядело. То есть Хабиров дал четкие указания, методические указания по тому, как нужно лечить людей. Здесь я буду его цитировать дословно. Я прошу главврачей лечить таким образом. Человек полежал, подлечился немножко и переводите на амбулаторное лечение. Койки должны работать более эффективно. Для того, чтобы ввести амбулаторного больного, достаточно ему позвонить и спросить, как дела, оказать ему внимание. Конец цитаты. Вот, собственно, краткая и абсолютно всеобъемлющая инструкция о том, как нужно лечить от COVID-19 людей в республике Башкортостан. Из уст юриста Радия Фаритовича Хабирова. Я не знаю, как к этому отнесутся в медицинском сообществе, но лично мне захотелось в Торе Юзу Олешковскому воскликнуть «Товарищ Радий, вы большой ученый, в языкознании вы знаете толк». То есть, вот это стихотворение, которое адресовывалось Сталину, ну, легко можно теперь адресовать товарищу Хабирову, человек всеобъемлющего интеллекта и, судя по всему, бездонного образования, взял на себя смелость давать прямые указания и рекомендации врачам в республике. То есть, врачи не должны лечить человека так, как они считают нужным, а они должны подлечить немножко и отправить его на амбулаторное лечение, позванивая время от времени ему и интересуясь, как дела. Ну, более чудовищного заявления, наверное, из уст губернатора в адрес Министерства здравоохранения, наверное, предположить сложно. Однако, Хабиров не ограничился вот этой вот рекомендацией, он уже пошел дальше. Судя по всему, почувствовав себя всерьез медиком, Хабиров оценил и необходимость, например, аппаратов КТ. Он высказал сомнение в том, что необходимо делать КТ, потому что граждане-видители кинулись его делать. Дело в том, что иного способа обнаружить затемнение в легких невозможно. Уже сразу было известно о том, что рентгенаппарат и флюорография не дают адекватной информации о потемнениях в легких именно в течение COVID-19, и осталась только компьютерная томография. Однако, ввиду дефицита компьютерной томографии и приборов ее осуществляющих, Ради Хабиров решил усомниться в необходимости вообще этой процедуры. Ну, правильно, достаточно, наверное, было бы постукать резиновым молоточком по спине, приложить длинную такую трубку, как у доктора Айболита, послушать, зачем идти на КТ, да, правильно, зачем вот этому народу, вот этим людям, вот этим людишкам, я бы даже сказал, такая сложная импортная техника, которая дорого стоит, да еще и ломается. В общем, Хабиров сказал, что сложилось такое мнение, что КТ обязательно надо провести, но надо разъяснить, обратился он к медикам, чтобы люди не думали, что это только и помогает. Вот так вот витиватый Хабиров это дело изложил. Далее, уже войдя в раж и начиная давать четкие указания, Хабиров распорядился, чтобы всех работающих беременных женщин отправили на удаленку, причем с стопроцентным сохранением заработной платы. Вот здесь, конечно, весьма сомнительное решение с точки зрения юридической, не все предприятия в этой вселенной и даже в республике Башкортостан напрямую подчиняются Радио Хабирову. Законодательство Российской Федерации не подразумевает того, что нужно обязательно выводить на удаленку больных, либо беременных, с больными, понятно. Тут, конечно, непонятно, как будет исполняться это поручение, но, кроме всего прочего, вот это вот о сохранении заработной платы, особенно трогательном. Далее Хабиров сообщил, что наблюдается катастрофический рост заболеваемости COVID-19 среди врачей и чиновников. Ну, по поводу врачей это понятно, а вот по поводу заболеваемости чиновников Хабиров высказал свое недоумение. И во многом на этой истории он построил свое дальнейшее выступление. Далее Хабиров перешел к мерам. Буквально сходу он изобрел институт медицинских инспекторов. То есть задумка следующая. Во всех предприятиях, где есть коллективы, которые работают совместно друг с другом, будет назначен специальный человек или даже несколько человек, в зависимости от размера коллектива, которого кратко в течение 6 или 8 часов дистанционно обучат через мединститут, медуниверситет правилам гигиены, соблюдения и контроля этой гигиены в коллективах. И вот эти вот медицинские инспектора из числа работников предприятия будут освобождены от своей работы и будут заниматься только тем, что они будут контролировать исполнение требований санитарных норм, ношения масок, перчаток, где это необходимо, не допущение людей, чтобы они собирались в куче, и как выразился Хабиров в курилках. Значит, вот такой будет надзор. Но это будет касаться всех предприятий вне зависимости от формы собственности. Напоминаю, инспектор этот будет освобожден от своей основной работы, и при этом он будет, опять же, сохранять свою зарплату. В условиях жесточайшего экономического кризиса и сокращения рабочих мест и вообще занятости в экономике вот это предложение, а все-таки речь идет о тысячах человек, у нас много тысяч предприятий, соответственно, это речь не идет ни о двух-трех людях и каких-то праздных бездельниках, которые, например, будут шататься по зданию правительства Республики Башкортостан, а речь идет о том, что эти инспектора будут в каждом предприятии, а на некоторых предприятиях и по нескольку их будет. Например, на гигантском ОМПО там действительно нужно несколько десятков таких инспекторов. Как это будет обосновано экономически, Хабиров, естественно, не сказал. Он частенько вообще об экономической стороне в таких вещах не думает. Он говорит, вот будет так. Но поручив это делать Сидякину и Ахмадинурову, я полагаю, что, конечно, тут большого успеха их это дело не ждет, но шума будет много и время от времени будут опять, значит, контролировать и проверять. Ну и, кстати, о контроле. Хабиров рассказал о том, что на предыдущей неделе, на предшествующей неделе, он запустил свое контрольно-дивизионное управление по государственным учреждениям с целью выяснить, насколько соблюдаются меры безопасности на фоне вот этого массового заболевания чиновников и выяснил, что они вообще не соблюдаются. Далее Хабиров перечислил много-много крупных уфимских предприятий, государственных учреждений, где выявлены вопиющие и грубейшие нарушения вот этого режима. Это ГУП УАЗ, это Институт дополнительного образования, это Республиканский центр поддержки населения, значит, это даже Минздрав, это Управление капитального строительства Республики Башкортостан и многие-многие другие. Нигде нет ни температурного контроля, ни контроля ношения масок, ни дезинфекции рук, ничего подобного. Ну, в общем, в очередной раз я задаю сам себе вопрос. Радий Фаритович, вы не замечаете, как игнорируют ваши же подчиненные ваши же указания? Причем ведь речь идет не только о масочках, речь идет о многих других фундаментальных вещах. Но, тем не менее, и тут уже Хабирова бомбанула, вот реально в этот момент, когда он сам понял, о чем он говорит, что его же подчиненные в массовом порядке не исполняют его же поручения. Тут он уже, в общем-то, сорвался и начал шуметь. Дословно, чиновники болеют, мне не с кем работать, я, наверное, наберу других, сказал Хабиров, как он ранее выражался, на рынке наберет. Ну, вот на рынке-то ему вряд ли удастся набрать, потому что предыдущих он набрал, судя по всему, по объявлению, а вот этих вот на рынке придется набирать. Далее Хабиров дал очередное ценное указание теперь уже руководителям организаций. Дословно, это звучит так в отношении вот этих вот нерадивых сотрудников, которые не носят масок. Один раз вышел без маски, щелкните по носу. Второй раз вышел, может быть, ему уже пора до свидания сказать. Это не шутка, на вас смотрят, а вы болеете. У меня работать не с кем, рук нету. Три вице-премьера болеют, мне проще других на рынке нанять. Эти поломались. По-моему, все понятно, я сказал. Конец цитаты. Ну, действительно, не очень-то понятно он все сказал. Достаточно унизительно звучало вот это про щелкните по носу, но, как отмечают многие аналитики, именно вот этот вот щелчок по носу, это и есть та манера взаимоотношения с людьми, которая, ну, видимо, очень свойственна Хабирову. И внутреннее унижение для подчиненных, видимо, это постоянное состояние в команде Хабирова, и это все больше и больше чувствуется, потому что, видимо, только колено преклоненное в состоянии работать с Хабировым какое-то время, а люди, которые имеют хоть какое-то внутреннее достоинство, суть по всему, не могут работать в подобных условиях, ну, потому что все время будут щелкать по носу. Дело в том, что Хабиров ведь щелкнет по носу не только за то, что нет маски, а за что-нибудь другое, и, как говорится, запросто. Завершая вопрос пандемии, отмечу еще раз, что в этот раз оперативка и обсуждение этого вопроса действительно было пронизано паникой. Это очень чувствовалось, и действительно для этого есть определенные причины. Не просто расширяется заболеваемость в абстрактном понимании, начинают умирать конкретные люди, и они начинают умирать в окружении Хабирова. Мы на прошедшей неделе потеряли двух руководителей советов крупных муниципалитетов, оба они умерли от COVID-19, мы потеряли кандидата в председателя районного суда в Стерлитамаке, тоже COVID-19, и много-много других уже заметных личностей. То есть, если до этого умирали безымянные рядовые граждане, то теперь уже люди с именем, то есть, ни деньги, ни положение не спасают. И вот это действительно пугает всех, в том числе и Хабирова. Все последующие вопросы оперативки, конечно, не шли ни в какое сравнение с первым и главным, но, тем не менее, они были, и давайте вскользь о них упомянем. По ситуации в ЖКХ заместитель Беляева, мадам Головачева, заверила ради Фаридовича, что все в порядке, а вот с ДТП и аварийностью на дорогах у нас традиционно все не в порядке. Статистика упрямо приближается к 400 смертям на дорогах, и, судя по всему, мои прогнозы сбываются где-нибудь примерно 25-27 ноября, эта цифра будет достигнута, как бы грустно, печально и ужасно это ни было. Хабиров внезапно вчера на оперативке поручил Абдрахимову разобраться с вопросом роста смертности в ДТП. То есть, ну вообще никогда этот вопрос не касался, значит, господина Абдрахимова, но вот, видимо, Хабиров понял, что Морзаев не справляется и не может дать невнятного объяснения, невнятного рецепта решения этой проблемы и находит нового ответственного. Хабиров отмечает, что Минтранс недорабатывает, это дословная цитата, и что-то у вас не срабатывает, обращаясь к Минтрансу, он сказал. Также Хабиров расшумелся, дословно заявив следующее, я нашел вам деньги на камеры, а вы вот не добились результата. Но здесь Хабиров либо не информирован, либо немножко лукавит. Найти-то деньги он нашел, но Морзаев не смог купить камеры. Миллиард двести был объявлен тендер на покупку камер, и тендер не состоялся. То есть камеры не были закуплены, вот эти комплексы видеофиксации, ввиду того, что Морзаев не смог организовать должным образом конкурсные процедуры. Ну, я не знаю точно, кому там формально поручено организовывать сам конкурс, но, судя по всему, конечно же, Минтранс имеет непосредственное отношение и к формулировке условий конкурса, и к его проведению. Соответственно, конечно, тут без Морзаева не обошлось. И вот Алан Викторович не смог организовать должным образом этот конкурс, этот тендер, и тендер не состоялся. Соответственно, деньги-то есть, а вот потратить не смогли. Далее шел гигантский и почти полностью бессмысленный доклад Александра Николаевича Шельдяева, министра промышленности Республики Башкортостан, об итогах работы производства и перспективах его развития в Республике. Достаточно повторить было, наверное, то, что сказал Хабиров в начале оперативки, чтобы не терять время. Однако, индекс промышленного производства, как уже было сказано, в 2019 году составлял 108%, а в 2020 году за сопоставимый период времени составлял уже 96,5%. То есть падение, на самом деле, составило 12,5%. Это очень много. Надо отметить, что из доклада Шельдяева стало известно, что добыча нефти и газа в 2020 году в Башкирии снизилась более чем в два раза. Напомню, что в предыдущем докладе, предыдущей оперативке, прозвучали цифры о том, что на 21% снизилась, например, у нас добыча полезных ископаемых. Это помимо нефти и газа. И, в общем-то, это, наверное, достаточно информации из доклада Шельдяева о том, что у нас происходит в промышленности. В промышленности у нас происходит категорический упадок в республике. И причин тому несколько. Тут я соглашусь с Александром Николаевичем. Тут и действительно ситуация на сырьевом рынке. И тут еще и наша ситуация на экологическом рынке. Назовем это так. А далее Шельдяев перешел к совершенно фантастическим вещам. Кратко, которое можно охарактеризовать таким вот списком. Это конверсия военного производства, диверсификация производства вообще, уход от углеводородной зависимости, ну и вовсе всякие новости будущего. То есть это вот эти немыслимые и планируемые инвестиции. На самом деле даже вот сознание не улавливало до конца те цифры, которые сообщал Шельдяев. Он их перечислял, перечислял, перечислял. Если их там все вместе сложить, то, наверное, даже ВВП Соединенных Штатов где-то там будет в хвосте болтаться. Но мы знаем, что прогнозы наших чиновников и Министерства промышленности в частности сбываются, ладно, если на 10%. Так что вот все это вместе я называю новости будущего. Хабиров резюмировал доклад Шельдяева. Он впечатлился вот этими цифрами, вот этими вот убаюкивающими миллиардами, 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 которые перечислял Шельдяев. Хабиров сказал, что доклад вызвал у него чувство гордости за промышленность родного края. Ну, безусловно, это была чисто эмоциональная, конечно, реакция, а вовсе не рациональная. Также меня встревожило то, что Радий Фаритович все-таки верит в то, что спрос и цены на углеводороды, на нефть и газ вернутся на прежний уровень. Все-таки, наверное, стоило бы доверять абсолютно всем ведущим экономистам мира и аналитикам, которые утверждают, что этого больше не случится никогда. Но Хабиров вот живет в этом архаичном мире своих мечтаний и наилучших пожеланий. В общем, он считает, что так случится. Нет, к сожалению, так не случится. Ну и в конце этого резюме по докладу Шульдеева Хабиров сказал, что Башкирии остро необходим промышленный патриотизм. По мнению Радия Фаритовича, промышленный патриотизм это когда ты покупаешь продукты и товары, произведенные на родной территории, какими бы дерьмовыми они ни были. Вот примерно так и звучит вот эта формулировка. То есть, судя по всему, для того, чтобы массово вовлечь людей в промышленный патриотизм, потребуется еще и изменение законодательства, но и принудительное применение, а то и распределение родных товаров среди потребителей. А вот завершение оперативного совещания было, безусловно, очень важным. Завершая оперативку, Хабиров сообщил о том, что он подписал указ о градостроительном совете Республики Башкортостан. Что это за зверь, Хабиров расшифровал сразу. Во-первых, возглавит этот совет он сам. Во-вторых, градостроительный совет будет в конечной инстанции визировать все разрешения на строительство в Республике Башкортостан. Вот таким образом Хабиров решил проблему того, что происходит на строительном секторе. Сослался Хабиров и на ситуацию, на Шатару ставили пять. Дескать, она именно и спровоцировала вот это решение. Теперь все будет выглядеть следующим образом. Где бы, в каком бы уголке Республики, кто бы из строителей не намерился что-нибудь построить, все должно быть пропущено через градостроительный совет, в который входит Ради Хабиров. Безусловно, наверняка просочится господин Сизякин, конечно же, войдет господин Назаров и многие другие существенные лица этой конструкции. Теперь все будет только в их руках. Если раньше муниципалитеты давали разрешение на строительство, что, собственно, соответствовало законодательству Республики Башкортостана и Российской Федерации, то теперь будет это согласовывать вот этот вот совет. Никакого подобного совета в законе не упоминается. И, конечно же, это будет очередное странное и сомнительное правовое решение юриста Хабирова. Однако, так будет. Я нисколько не сомневаюсь, что муниципалитеты не будут протестовать против подобного решения. И действительно, каждое решение о строительстве будет в конечном итоге в руках единолично Хабирова и нескольких его товарищей. Расценивать это как улучшение системы администрирования процесса категорически нельзя. Но кто из нормальных людей, которые понимают, как устроено управление сложными системами, сочтет подобное решение рациональным? Конечно, нет. Речь идет о банальной узурпации власти. Посмотрите. Решение о выделении земельных участков Хабиров забирает себе. Теперь он забирает себе, лично себе, решение о начале или не начале какого-либо строительства. Хабиров учит врачей лечить людей, совершенно конкретные рекомендации и методические указания дает. У нас не слишком много Хабирова стало. Завтра он что посоветует нам? Как любить своих детей или как, я не знаю, готовить борщ? В общем, конечно, нет. Я иронизирую, но пора, по-моему, остановиться. Однако история с градоставительным советом – это, безусловно, практическая история. Это, безусловно, коррупционная история. То есть люди концентрируют неимоверную власть, совершенно отнимая ее у муниципалитетов. У нас вообще зачем вот эти советы теперь нужны? Если советы районные и городские советы не решают вопросы с землей, если они не решают вопросы со строительством, что они будут решать? Это совершенно непонятно. В общем, вот на этой замечательной мажорной ноте оперативное совещание вчера завершилось. Ну и традиционно о тех событиях, которые случились в последние 4 дня с момента нашего последнего выпуска, мы теперь их добавляем вот в эту вот вторничную передачу. Главным и самым ярким событием, конечно, случился пожар, который вчера ночью разразился в Иглино. Сгорели постройки жилого комплекса «Стройиндустрия», того многострадального комплекса, который практически 3 года назад должен был быть введен в строй, который был признан сначала аварийным, и было принято решение снести эти здания. Теперь в последний момент чиновники Башкирии продавили решение о достраивании этого комплекса. Я напомню, что в процессе разбирательства с этим комплексом сел в тюрьму главный архитектор Иглинского района. В общем, там много было перипетий. И вот теперь дом на улице Строителей Литер-Б как-то очень уж организованно и одновременно загорелся со всех углов. И, судя по всему, окончательно сгорел, потому что подобный пожар, наверное, не тушится, а только локализуется. В общем, здесь складывается очень сложная и непонятная пока коллизия. Как теперь будут поступать с теми дольщиками, которые, собственно, лишились и уже окончательно лишились недостроенного жилья. То есть, если раньше они владели вот это непонятно чем, но хотя бы владели, да? То есть, вот у них были вот эти квартиры, там, три, две комнаты, одна комната, и они знали даже, где они расположены. То теперь физически этого не стало. Имеет ли право, например, фонд Дом.ру в этом участвовать, если физические здания, сооружения не существуют, неизвестно? Скорее всего, нет. Достраивать теперь нечего, потому что нужно строить заново, а кому бы это нужно было? Просто так республика дать денег этим погорельцам тоже не может. Признать их всех, например, нуждающимися в жилье тоже точно не получится, потому что, ну, наверняка у многих из них имеется хоть какое-то другое жилье. Иначе бы где бы они жили в последние три года. В общем, ситуация похожа, что патовая абсолютно необычная. На мой взгляд, пока непонятно, кому было бы выгодно, на самом деле, сжечь эти дома. Но, судя по всему, выгодоприобретатель какой-то имеется, потому что, ну, то, что это поджог, достоверно на 99%. Ну, судя по тем кадрам, которые мы видим, не бывает такого пожара, прямо скажем. Ну, тут, конечно, окончательно скажет следствие, но я думаю, что я все-таки прав. В общем, будем наблюдать за этой ситуацией пристально, это очень необычная история. А в дополнение к истории с дольщиками стройиндустрии добавлю, что вот сегодня должна начаться голодовка объекта на Менделеево 128-1 в Уфе. И жители, владельцы и дольщики этого объекта, окончательно запутавшись в ситуации с их перспективами, в общем, выходят на голодовку. Судя по всему, вот эта сфера дольщиков из спячки выходит, они понимают, что, ну, ждать новых обещаний практически нет смысла, и они переходят к активным действиям.